Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето Бла-Бла Фьюзинг. Камна добро пожаловать на мой сегодняшний кетообед. Что-то давненько я не делала углеводную загрузку. И вот вчера-позавчера я об этом озадачилась, вспомнила и поняла, что мне... Вот и я задумалась. Я вот серьезно реально задумалась. Ну думаю, ну надо все-таки, конечно же, сделать углеводную загрузку. Почему, зачем, для чего я это делаю и практикую? У меня есть на канале отдельное видео, зачем я практикую углеводные загрузки. И даже, я скажу больше, на канале есть отдельный плейлист со всеми моими углеводными загрузками, которые вот происходили, как говорится, за все время деятельности моего канала. И этих там углеводных загрузок было, как говорится, считанные единицы. И для чего они, и как, тоже есть отдельное специальное видео. Поэтому советую вам ознакомиться, посмотреть и понять вообще, что это такое, узнать там. Но вот я задумалась, что же я, собственно говоря, хочу? Что? Каких углеводов? Ну, понятное дело, что торты, пирожное и мороженое как быстро автоматически исключаются. Хотя, кстати говоря, если вот честно, абсолютно положив руку на сердце сказать, я их реально не хочу. Никаких тортов и пирожен и даже морожен. Даже несмотря на то, что лето и жарко, может быть, местами у нас, но я не хочу мороженое. Я вижу на людей, которые едят мороженое, и это ничего во мне не вызывает. Хотя раньше, конечно, это вызывало моментальный рефлекс. Хотелось тоже мороженое. В принципе, я мороженое любила. Пирожное, шоколадное какое-то. Ой, торт Прага, о боже. Короче, но сейчас это вот у меня даже желания такого нету. Я даже не хочу конфетку. Вот. Но это отдельная тема. Вот. Короче, я задумываюсь, а что же, собственно говоря, я хочу? И вот за время этих практик моих углеводных загрузок я выяснила, что я, оказывается, хочу всего лишь, в принципе, две вещи. Я даже фруктов не хочу, в общем-то. Не дам дыни, арбуз, не это самое, не такого ничего, апельсинов и всего такого прочего. Обычно я хочу, как ни странно, все, что мне приходит в голову, это рис или овсянка. Вот, по-моему, в прошлый раз как раз была овсянка. Ну, то есть, это была или каша из четырех, ну, то есть, типа геркулес, короче, вот такая вот, типа овсянки каша. Но она не чисто овсяная, наверное, была. Вот, и я, обычно я делала, в принципе, рис, который просто, ну, то есть, отварной рис с чем-то, опять же, с овощами и так далее. Ну, вы можете все это увидеть на канале в плейлисте о углеводных загрузках. А сегодня вот я захотелась именно, вот именно молочную кашу, неважно, овсяную или рисовую. Ну, овсянки у меня, так сказать, не нашлось, нашелся рис, как говорится, в доме, и вот я такое сделала. Ну, обо всем по порядку, в принципе, сегодня что еще? Это капустный салат, зелень, пищевые дрожжи, рыжиковое масло, соль. Это вчерашний суп, если что, можете посмотреть вчера, я тут рассказывала, что в вчерашнем видео, что и как здесь сделано. И вот я приготовила обычную молочную рисовую кашу, ну, естественно, только что она без сахара, она просто посоленая. И самое прикольное, то, что когда я начала ее варить, я поняла, что я напрочь забыла, забыла, как варить молочную кашу, вот просто, вот, то есть, какую-то вот ерунду. Я сначала не знала, сколько мне воды, я не понимала, сколько мне надо риса. Ну, то есть, вообще, вот в каком-то вот забытии я ее делала, честно говоря. И даже я ее варила, 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 и в итоге, короче, мне еще пришлось ее потом в микроволновке догонять, вот, чтобы она получилась, так сказать, нормальная каша. Каша, каша-образная, так сказать, рис сварился полностью, мне пришлось ее еще в микроволновке минуты, наверное, три, только после этого она стала такой, наконец-то, выглядеть как каша. На вкус, честно говоря, еще не пробовала, но, ну, да, думаю, все нормально. И в итоге еще я придумала, что из всех этих фруктов, овощей, которые я себе сегодня разрешила, единственное, чего мне хочется более или менее, это черешня. Ну, и вот в итоге я купила 134 грамма черешни, причем именно вот это количество, больше ее в доме нет. При этом продавец мучительно пыталась мне пропихнуть, ну, хотя бы грамм 300. Я говорю, нет, 100 грамм больше не надо, потому что просто мне ее некуда. Ну, конечно, тут есть кому ее съесть, но, в принципе, вот я даже не хочу ее просто даже, вот, ну, вот, не знаю, деньги тратить не хочу я на вот это вот. Вот, вот, честно, ну, конечно, я съем ее с удовольствием, да, она сладенькая, прикольная и классная. И я, кстати, не ела ее еще с прошлой докетозной жизни ни разу. Первый раз вообще, короче, за два с половиной года ем черешню. Вот, ну, и все-таки еще десерт обычный, стандартный, это семечки, грецкие орехи и два кубика приголького шоколада. Как без него-то, даже на углеводной загрузке. Ну, вот такой сегодня получился кета-обед. Огромное спасибо, если вы смотрите, и приятного аппетита, если вы кушаете вместе со мной. Добро пожаловать, так сказать, на мой канал и на мои другие каналы. Вчера у меня вышло новое видео на моем другом YouTube-канале мистического, магического свойства. А также добро пожаловать на мой телеграм-канал, одноименный с этим, жизнь в кето, бла-бла, фьюзинг, канна. Кето рулит, магия вечно. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.